Итак, друзья, мы стоим перед памятником Петру Первому, который держит на руках юного короля Людовика XV. Как он сказал, я держу будущее Франции в своих руках. Или не говорил. Ну, то есть мы видим здесь, по сути, два короля. Ну, король и император, король и царь. По сути, это, наверное, единственный памятник Людовику XV у нас на территории России. И вообще, возможно, единственный памятник французскому королю, какому бы то ни было у нас здесь, в нашей стране. Ну, это был визит Людовика Петра во Францию. Вообще, он два года с Екатериной путешествовали по Европе. То есть спокойно мог броситься к этой стране на несколько лет. Это не первый раз уже. И ничего, как говорится, стабильность. Ну, якобы он собирался выдать замуж за короля Людовика свою дочь Елизавету. Ну, как мы знаем, брак этот не состоялся. Хотя, кстати, я за это всю жизнь помнила, что она была одно время невестой короля. И он помнил. Они потом, спустя полвека, ну там, лет сорок, вели гламурные переписки во время Семилетней войны. Это какую-то роль сыграло. Вообще странно, конечно, потому что Россия была не в орбите английской политики, а не французской. И, в общем, какие-то тесные связи с Францией, они отсутствовали. И, в общем, весь 18 век Франция была скорее недоброжелательной, даже враждебной России страной. Было даже вот при этом самом Людовике 15-м столкновение во время польских событий, когда, по-моему, в 30-м году была война за польское наследство. И там русские войска столкнулись с французским десантом, по-моему, в городе Гданьск. Ну, в общем, это как бы нюансы. А сейчас я хотел бы два слова сказать о самом вот этом французском короле Людовике 15-м. О нем много всяких гадостей было потом в английской, прежде всего, прессе, а также в европейской, которая соревновалась на английские денежки. И говорилось о том, что это развратный король, ну, когда он вырос, что у него, так сказать, в Оленьем парке свой личный гарем, там чуть ли не девочки, чуть ли не младенцы. Вот. Я думаю, что все это неправда. Примерно то же самое, что говорили про, предположим, у Людовика, его сына 16-го казненного, ну, про его жену Марионтоненту явная была клевета, то, что говорили про Николая Второго, про его супругу, про Распутина, явная клевета и так далее. То есть тут одна опытная рука, так сказать, но все ниже пояса метила. Действительно, как бы он был, женщин он любил, это правда, но в основном там были у него искательницы приключений всякие, которые с провинции приезжали к дворцу, он им не препятствовал. Но все это было, полагаю, относительно бюджетно. И вот был даже французский фильм о нем «Черное солнце». Там он как бы показан, в общем-то показан, такой добрый гуманный король, ну вот он любит женщин, и от этого разрушается страна. Вообще, как бы логика железная, совершенно непонятная. А если бы был гамосексуалист, как, допустим, в других странах, это было бы лучше для страны, и это бы тоже никакого влияния, кстати, не оказало бы. Вот, поэтому, в общем-то, он стал жертвой политического черного пиара. Вот, Франция, как мы знаем, вела борьбу с Англией, такую бескомпромиссную, вот, и в итоге она ее ковременно плену уже проиграла. Вот, и вот, собственно, вот клевета на французских королей, вот, частности, на Людовика XV, она стала как раз и преддверием французской революции. Ну, вот эти все мы знаем, эти победисты, там, Вольтер, Руссо, Аламбер, они все на английские денежки периодически ездили в Англию, получали инструкции, вот, возвращались и писали всякие неприятные вещи. А что, что великий, так сказать, английский философ Карлиль написал о Франции, мне даже, вот, просто неприлично повторить, это брань в духе советской периодики, допустим, 30-х годов, примерно вот такой же лексикон. Ну, а, в общем, да, Петергоф, он сделан во многом по образцам французского Версалия, и вот как раз вот эта вот поездка Петра в 1717 году, заметьте, прошло ровно 300 лет уже, она вот и во многом повлияла на то, что наш прекрасный вот этот нижний парк фонтанный, он стал таким, каким мы его знаем.